Всем привет, это Скринкасты, меня зовут Григорий Шевкопляс, и я преподаватель курса алгоритмов структуры данных в Академии больших данных MADE. И сегодня мы поговорим о каких-то необычных темах, возможно, для наших зрителей. Если вы никогда не задумывались о том, за сколько работает ваша программа, то сегодня как раз мы обсудим, а важно это вообще или нет. Смотрите, что мы с вами будем делать. Я набросал небольшой шаблончик. Здесь мы будем сейчас запускать какую-то функцию f и мерить время, сколько она работает. А потом в рамках функции main мы построим график времени работы в зависимости от того, что наша функция делала. Давайте начнем с того, что засетапим какой-нибудь массив data, который, собственно, мы просто заполним рандомными числами, а дальше мы будем с этими рандомными числами чем-то развлекаться. Просто положим туда, соответственно, n рандомных чисел, ну, например, от 1 до 10 в 9, собственно, почему бы и нет. Так, окей. Рандомные числа нам нужны, забегая вперед для того, чтобы интерпретатор нам ничего не пооптимизировал. Вот чуть позже обсудим, как это вообще могло случиться. Вот. Ну и давайте напишем простую функцию, которая будет нам вычислять минимум в массиве за линейное время. План очень простой. Переберем все и в промежутке, соответственно, вот единицы до длины нашего массива. И если, соответственно, выяснится внезапно, что то, что мы считали минимальным значением, оно больше, чем текущий элемент массива, то тогда, соответственно, мы возьмем и положим в качестве нашего минимального значения это самое значение в массиве. Вот. Все просто. Вроде как один цикл for. Все у нас как бы в этом плане хорошо. Да, вернем min value. Вот, собственно. Ну и давайте, что мы сделаем дальше? Мы возьмем и запустим наш текущий шаблончик и посмотрим, какой график у нас получится. Так, отлично получился какой-то очень даже линейный график. Вот. График у нас, соответственно, по оси Y у нас отложено просто время выполнения в секундах. Соответственно, по оси X у нас размер массива, который мы ему передали. Вот. Вполне все линейные. Давайте, может быть, немножко поменяем параметры. Например, почему бы нам не сделать здесь десять четвертый. Ну, там шаг сделаем, например, пятьдесят. Вот. Запустим еще раз. Получим чуть более, может быть, гладкий график, но тем не менее понятно, что какие-то колебания бывают. Вот. Это очень похоже на линейную функцию и действительно так оно и есть. Если мы посмотрим на данный код, мы увидим, что в зависимости от размера массива дейта мы получаем, что мы делаем примерно столько же здесь каких-то операций. Вот. Чтобы показать, что действительно есть такая зависимость, давайте напишем какую-нибудь простенькую квадратичную сортировку. Например, сортировку вставками. Заведем вспомогательную переменную n, чтобы было наглядно. Дальше, собственно, просто переберем все значения минимумов, которые нам надо будет взять. Я напишу, что в сортировке выбором мы каждый раз берем и минимальные элементы из оставшихся ставим на позицию i. Собственно, этим мы сейчас и займемся. Вот. Перебираем g с позиции i плюс 1 до n. И если у нас выясняется, что, соответственно, дата житая меньше, чем дата it, то бишь, на самом деле, должно идти перед, то мы их поменяем местами. На питоне я напоминаю, что можно поменять вот так вот. Просто пары между собой. Сказать, что дата it, дата житая. Это на самом деле дата житая, дата it. Так, собственно, ну тут мы можем возвращать, можем не возвращать. Вот. И, собственно, давайте в наш шаблончик возьмем и подставим, соответственно, вместо find min, selection sort. Вот здесь вот. Вот. То бишь, мы возьмем и будем замерять время только теперь уже от нашей сортировки. Единственное, что я здесь один нолик уберу, забегаю вперед, потому что будет работать достаточно долго. И смотрите, что у нас получилось. Получилась такая вот изогнутая парабола. Вот. И не поверить это ровно потому, что в данном случае можем заметить, что у нас есть два цикла for. Соответственно, если у нас n это как раз размер нашего массива, то всего вот этих вот операций будет сделано пропорционально квадратичному размеру. Вы можете сказать, что на самом деле здесь все будет работать немножко быстрее, чем за квадратичное время, потому что здесь вот и плюс один. Но это не совсем так, потому что это арифмическая прогрессия вида один плюс два плюс три и так далее до n минус один. А она на самом деле раскрывается как такая вот функция, как n на n плюс один пополам. Что на самом деле вполне себе квадратичная зависимость. Вот мы с вами поняли, что время как-то зависит от входных данных, зависит от алгоритма. Какие мы из этого можем сделать выводы и что вообще с этим делать? Давайте подумаем вообще, почему это важно, сколько работает наш алгоритм. Естественно, это важно потому, что компьютеры внезапно имеют какое-то ограничение на время выполнения каких-то своих операций. И от чего же оно зависит? Значит, тут все довольно просто. Если вы возьмете и откроете технические характеристики вашего компьютера, чужого компьютера, еще какого-нибудь компьютера, там, видите, какие-то вот эти штучки гигагерцы написаны на скорости работы процессора. Все немножко сложнее с учетом многопоточности, многоядерности и все такое, но мы сегодня будем говорить про просто один поток, одно ядро. Значит, вот у нас все упирается в какие-то гигагерцы. Вот. На самом деле, независимо от многопоточности, все все равно упирается в гигагерцы. Никаких там терагерцев пока еще нет. Ну, по крайней мере, у меня на ноутбуке точно такого нет. Собственно, что же значит этот гигагерц? Да, если вспоминать курс физики, выясняется, что это, значит, частота. И она говорит о том, что если у нас частота была бы процессор 1 гигагерц, что он делает, значит, что-то там 10-9 раз в секунду. Что же на самом деле он делает 10-9 раз в секунду? Ну, делает, соответственно, так называемые, значит, такты. За время тактов у нас процессор может вычислять какие-то значения. Вот. Какие-то выполнять операции. Операции, естественно, являются элементарными. Такие там сложения, вычитания, там еще что-нибудь. Вот. А мы, на самом деле, в нашей, значит, программе требуем какие-то странные штуки. Вот даже если посмотреть на нашу сортировку, вот мы бы хотели, чтобы у нас вот эта вот строчка была одной операцией. Но посмотрите, что здесь происходит. Мы пошли, взяли итое значение из этого массива, житое значение из этого массива, что-то куда-то присвоили, поменяли и так далее. То есть, на самом деле, операции, которые мы делаем в нашей программе, они далеко не элементарные и содержат в себе, на самом деле, несколько таких, значит, взаимодействий. Вот. Глобально, на самом деле, это говорит о чем нам? Что если сказать, что любая наша элементарная операция в программе это что-то типа не больше десяти элементарных операций процессора, то мы можем предположить, что раз у нас частота порядка гигагерца, то мы хотели бы делать порядка десяти в восьмой операции в секунду. Вот. То бишь, например, мы бы хотели взять и отсортировать вот этот вот массив нашей сортировкой выбором за, соответственно, вот давайте подставим просто сюда десять четвертый, вот чтобы она у нас отработала за сегодня, подставим здесь что-нибудь типа десяти в четвертый, не знаю, там минус, а пусть будет пятьсот. Вот. Это просто какие-то магические штучки, чтобы у нас просто график успел построиться за сегодня, нам не пришлось ждать до завтра. Вот. Так. Собственно, надо немножко подождать, но, значит, вам ждать не надо. Давайте я щелкну пальцами и все произойдет. И вот теперь надо подождать чуть поменьше, чем десять минут. Но сейчас все будет. Хорошо. Надеюсь. Сейчас даже десять тысяч ввел, правильно? Сейчас. Ну, давайте. Интересно. Время интересных замечаний. О, построилось. Класс. Так. Ну что, какой-то кривой график. Это в целом нормально, потому что время у нас, понятно, зависит не только от процесса выполнения программы, но еще что-то у меня на компьютере тоже выполняется. Вот. Плюс, соответственно, у нас рандомные с вами, я напоминаю, тестовые данные. Это тоже влияет на то, когда мы меняем значение местами, когда нет. Вот. Но что мы можем сделать интересного из выводов? Смотрите, вот мы взяли и попытались по сортировать массив, начиная, соответственно, от девяти тысяч с половиной элементов до десяти тысяч с шагом пятьдесят. И что-то как-то оно работает. Вон тут три секунды, тут, значит, там, два с половиной секунды и так далее. Ну, как же так вышло? Десять тысяч в квадрате – это же вот десять восьмой, а процессор вообще у меня там что-то десять девятый. Вот. На самом деле проблема в том, что мы все это дело с вами писали на языке программирования Python. Вот. А он еще берет немножко времени для своих, значит, грязных целей. Вот. И поэтому на самом деле мы не можем оценивать алгоритмы так, как хотелось. Значит, как понять, если мы, например, пишем Олимпиаду, а сколько вообще у меня есть запаса времени? Вот. Для этого есть, как бы, такой, знаете, народный, значит, медицинный уровень подорожник. Давайте посмотрим вот на код. Есть у нас алгоритм Флойда. Вот. Это алгоритм поиска кратчайших путей на графах. Вот. Выглядит он очень забавно, как просто for, for, for. И после чего он, как видите, по факту просто телебонит массив, значит, дата и тэшит и записывает туда результат вот такой вот. Подробнее о алгоритме Флойда, я думаю, что можете почитать сами. Смотрите, давайте сделаем следующую штуку. Давайте, во-первых, заполним матрицу, опять же, рандомными числами. Вот. Соответственно, после чего запустим алгоритм Флойда и уже нашим известным, значит, шаблончиком посчитаем время. Значит, от 10 до 10 в 8, каждый раз домножая на 10. И запускаем алгоритм Флойда на кубическом корне из n. Но, на самом деле, как бы это то же самое, что попробуем выполнить n операций, значит, на наших входных данных. И посмотрим, что из этого получится. Так, давайте запустим и посмотрим, что у нас получается. А мы проиграли с подливой. Так, ну, собственно, давайте запустим. Так, что мы с вами получаем? Давайте смотреть, вот у нас снизу консолька. Так, отлично, ничего не понятно, на самом деле, по количеству нулей. Но я так навскидку могу сказать, что, смотрите, вот у нас 10 в 7 выполняется за внезапно, значит, почти 2 секунды. А 10 в 8 все еще не закончило выполнение. Ну, как бы, забегая вперед, получаем здесь в 10 раз больше, то бишь 17 секунд. Опа! Вот такая вот забавная история. На самом деле, если мы пишем на языке Python, то за секунду мы получаем выполнение порядка 10 в 7 элементарных операций в секунду. Вот, опять же, если мы говорим с вами про олимпиады всякие, тестирующие системы, это не совсем правда. Потому что, значит, мой компьютер, это мой компьютер, тут открыта куча вкладок Google Chrome и так далее, которые нам все мешают. Лучше, соответственно, заслать это в систему и посмотреть, что будет там. Вот, чтобы показать, что на самом деле дело именно в Python, давайте мы перейдем, соответственно, в C-Line. Тут у нас что есть? Тут ровно та же самая ситуация, только теперь мы написали алгоритм Флойда на языке C++. И давайте попробуем выполнить на, соответственно, 1000 в кубе операций в секунду, то бишь как раз 10 в 9. И посмотрим, за сколько C++ у нас сможет сделать эту задачу. Ожидаю что-то порядка, на самом деле, 10 секунд. Давайте подождем, посмотрим, что нам еще остается делать, пока это все запускается. Вот, да, действительно, 11,5 секунд. По-хорошему, по моему опыту, в тестирующих системах все будет работать сильно быстрее. Значит, какой план, как нам узнать, сколько тестирующая система готова нам позволить делать элементарных операций в секунду, какой там компьютер и так далее. План очень простой. Мы берем, пишем вот похожий код на нашем любимом языке программирования, после чего просто играемся в параметрами и на каком-нибудь пробном туре можем заслать задачу A плюс B как вариант данный код. И посмотреть, получим мы тайм-лимит или нет. Вот так всегда делали на олимпиадах в моем детстве, я думаю, что сейчас так же до сих пор делают. Вот. И какие еще хотелось бы сделать выводы из этого? То есть, олимпиады олимпиадами, а как нам это поможет в жизни или не поможет, или еще что-то. Но смотрите, ситуация какая. Выясняется, что если вы когда-либо в жизни слышали такое внезапное слово, как асимптотическая сложность алгоритма, то она полезная. Потому что мы только что с вами проверили, что алгоритм Флойда, написанный на языке Python и на языке C++, работает за абсолютно разное время. То бишь, на самом деле, вроде алгоритм один и тот же, а мерить его время работы в секундах мы не можем. Потому что вот C++ за 11 секунд успевает обработать 10-9 операций, а Python за 17 секунд успевал нам обработать только 10-8 операций. Вот. Такая вот сложная история. Так, ну и, собственно, логичный вопрос, а зачем мы вообще писали этот алгоритм Флойда, если мы просто могли бы написать вот какой-нибудь вот такой вот просто форик, в котором взяли бы, выполнили бы каких-нибудь операций, n штук, и померили бы его время. Смотрите, на самом деле все довольно забавно. Давайте возьмем прям вот здесь вот, значит, заменим здесь, соответственно, это все дело на нашу функцию fake от n. И да, 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 давайте на самом деле даже while оставим и посмотрим, что случится в такой ситуации. Мы это все дело запускаем. Опа, и выясняется, что даже 10-8 операции у нас выполняется 10-5 секунд. Да, давайте, что уж там, мне вообще не жалко, можем даже вот так вот 12 здесь поставить и бахнуть. И, как видите, оно все еще выполняется как бы в какие-то доли секунды. Собственно, как же так произошло? А произошло это все потому, что современные и компиляторы, и интерпретаторы, они довольно умные. Они смотрят на этот код и понимают, что здесь происходит какая-то лабуда. И, естественно, они не будут все эти плюс-единички делать по одной операции. Вот, именно поэтому надо делать что-то вот такое относительно интеллектуальное, например, вот релаксацию веса ребер. Да, опять же, если вы ничего не поняли, самое время узнать, что такое алгоритм Флойда. И именно только тогда мы сможем нормально померить, а сколько же операции у нас есть. Собственно, что хочется вам пожелать, друзья? Учите асимптотическую сложность алгоритмов, разбирайтесь в анализе алгоритмов, смотрите скринкасты и не болейте. С вами был Григорий Шевкопляс, всем пока.